Сегодня 64 года как сдох Сталин, сдох на вершине власти, обожаемый миллионами людей во всем мире. Околел как собака, брошенный своими прислужниками, издыхать без друзей, без родных, без даже врачебной помощи. Он умирал долго и мучительно, несколько дней валяясь на полу в собственных нечистотах. На его похоронах люди рыдали и давили друг друга, желая поглазеть на труп хозяина. Над его гробом не рыдала безутешная вдова. Он ее убил собственными руками еще за 20 лет до этого. Участь его детей была незавидной. Сын после его смерти был отправлен в тюрьму. Он то выходил ненадолго, то снова садился. И умер молодым, вдалеке от любимой Москвы, в нищете и забвении. Генерал, боевой летчик, герой Советского Союза. Так сталинские выкормыши отблагодарили своего учителя. Его дочь, помаявшись без отца, сбежала из СССР и улетела в Америку, психиатрическую лечебницу. Старая, полубезумная старуха, написавшая пронзительные мемуары, сотканные из любви и ненависти к своему отцу. Его конец был логичен. Никакого другого конца у такой истории не бывает. Старость, нечистоты, предательство, злорадство и ничего больше. Ни-че-го. А через три года все его памятники были скинуты с пьедесталов. Его прокляли все те, кто сохранил хоть толику разума, и он стал одним из хрестоматийным воплощений мирового зла. Дядя Джо. Доктор зло. Бедный, бедный Вова Путин. Мальчик из ленинградской коммуналки. Альфред Кох.